Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1110, События дня, Второзаконие, 32-35. У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Господь всё время угрожает и угрожает, и надо к этому трепетно относиться. А не так, а чего Бог? Да в рай ещё сказал, смертью умрёшь, самое страшное. Бога, мерки совсем другие. Ну съел там, своровал ли Адам или Ева там, ну какой-то плод, дала-ела, ну два плода, ещё бы за это. Умерло 100 миллиардов уже. Статистика показывает, в Адаме все умирают, все. И на самое дурное идёт человек. За 30 декабря 2018 года. Ну а наше объявление, просто читайте, нужно так тормознуть, прочитать. Я провожу дальше. Вот семья одна матери лишилась, и кто может, могут помочь. Сказали, что вы не сделаете тут какой-то сбор. Ну правильно, дети подрастают четверо, и у них мало ли ещё в жизни будет. И по миру же пускать мой фонд образовали. Вот ответ. Анастасия пишет. Вот такие цитаты из Библии теперь висят у нас в трапезной. Иаков 1.26, Иаков 2.19.20, Иван Гелетяна 5.39, Иоанна 14.15, Серахов 42.2 и Евреям 12.14. И сфотографировала, прислала. Как это здорово. Слава Христу! Священник с радостью благословил меня сделать. Сегодня все заходили в трапезную, это и внимательно считали. А брат-паспортник спрашивает меня, на войну с врагом вышло? Я сразу не поняла. А он про цитаты. Говорю, батюшка благословил. А он, правильно, на такое надо брать благословение, чтобы не сломали тебя. Ещё сегодня в храме общались с одним пожилым братом по священному писанию. Как же приятно, когда люди знают Библию и здраво мыслят, стремятся угодить Богу. Я ролик выставил. Вторая параллельная пневмон 14.11. Господи, не в твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам! 29-е это было ещё, 12-го, где-то ещё 17-го. И вот что интересно. Найдите вот сейчас, сколько там разных роликов, чего только нету. Там взорвали интернет. Пошёл в лес, а нашёл кто-то там где-то. Ну и посмотрите, как у нас называется. Местописание, даже название, ну трудно искать будет, да. Теги разные как-то ставить можно будет. У меня книги «Открытым оком». Ну посмотрите, откройте, где «Открытым оком» написано, о чём говорится. В какое время, сказал человек, Бог открыл. И это в заголовке, и прямо в самом заголовке показано, какая-то глава стих. В самом названии указана глава и стих книга чисел. Я бы не встречал никогда, нигде. Что-то там могут сказать. А вот чтобы местописание было. Это пиетет, как говорят, в Библии. Ивлева, Людмила. Помнится, недавно ролик был, где Серёжа. Это о Пупкове. Вот. Лидия Муранова на меня вышла. Так. Так, не знаю, она вышла-то как на меня теперь. Ой-ой-ой. Вот она, сейчас. Сейчас я выключу. У меня тут другая запись была, я прерву её. А да ладно, пускай так будет. Добрый день. Давай. Слушаю. У нас добрый вечер, вам доброе утро. Да, доброе утро. Вас совсем плохо, не видно лицо. Не знаю, Викторович. Ага. Вас не видно, не видно. Правильно, правильно, правильно. А сейчас видно? Посмотри. Лидия Фемнана, видно? Довольно мутно. Мутно. Ну, я не знаю. Нету резкости. Володя. У нас картинка хорошая. У вас хорошая сегодня, наоборот. Раньше было прекрасная. Сейчас очень... Получше? А вы же выставите потом на Ютуб, и это надо подправить. Подправить? Ну, я не подправляю. Чтобы было резкость. Как есть. Ладно. Ваши три. В прошлый раз у вас темная была эта мутная, а сегодня на меня, не знаю. Я себя вижу, да хоть чистая. Ну, давай, рассказывай, что там новое. Ну, ладно. Если вас устраивает, хорошо. Да я не знаю, что. Я бы вчера разговаривала. Нет, во-первых, я вам послала его электронный адрес, правильно? И ему ваша послала электронный адрес. И я предложила вам обоим использовать переводческую программу. Translate Program on Google. Уже все сделали. Я уже по программе работаю, уже ответ дал. Ему дали ответ? Дал ответ, и все по-английски переведено. По-английски переведено, с местами писания. Уже все, переписка пошла у нас между нами. Ну, замечательно. Различно. Ну, прекрасно. Значит, я устраняюсь. Я вам больше не нужна. Ой-ой-ой, не говори так. А только в заключении... В заключении могу, если хотите, сделаю свой вывод. Давай-давай. Обязательно. Несколько, как бы, минусов в моей оценке. Потому что я посмотрела побольше его канал. Он выступает в роли проповедника. Сегодня. И это проповедует... Знаете, у протестантов все проповедуют. В каком-то гараже или в каком-то амбаре. Собираются люди. Он проповедует. А сзади уже видны кастрюли, тарелки. То есть потом будет обед. Потом будет кормление. Вот. Это такой стиль. Я посмотрела. Это похоже на то, что они менониты. У него не стало спрашивать. Здесь, понимаете ли, с американцами надо держать немного ухо востров. Поэтому я по их облику, по стилю общения поняла, что это менониты. Тем более именно в центре Америки это именно мормоны и менониты сидят. Например, на нашей территории есть амиш. Слыхали такое амиш? Конечно, амиши. Нет, не слыхали? Слыхали и смотрели. Они на нас похожи, а мы на них похожи. Да. Так вот, менониты... Это да, но есть крайность. У них крайность. У менонитов и амиш. Они совсем ушли от цивилизации настолько, что и до сих пор у них нет электричества. Нету вот этих, так сказать, удобств жизни для цивилизации. На лошадях ездят и пашут. Медицину отрицают. Школы свои. Внутри. То есть они замкнуты. Они живут замкнутым обществом в отрыве от сегодняшнего мира. И это меня удивило в отношении Скиев, что он был политиком. И тем не менее, судя по их общине, я думаю, что они менониты. Я не спрашивала, что, так сказать, у них примитивный облик внешний. И быть политиком. Вас это не удивляет? Меня удивило. Потому что политики, с другой стороны, политики – это отличный бизнес. Они очень хорошо умеют собирать денежку. Дальше. Я посмотрела его, так сказать, прошлое. Он окончил, конечно, протестантскую библейскую семинарию. Почему сегодня он выступает в роли пастора. Значит, он кончил академию, семинарию, получил образование свое протестанское. И стал в роли пастора. Вот. Поэтому и проповедники у нас тоже берут деньги. Это не ваша жизнь, Игнатий Тихонович. Тут все бесплатно. Я ходила здесь в этой церкви с моими знакомыми. Это главное. Там с этими ходят с кошелками, согревают денежку. После каждой лекции пастора. Так что здесь все-таки уклон на денежку, на бизнесе. Будьте внимательны и помните об этом при встрече, если будет встреча. Это характеристика моя с Киев. Он меня спрашивает, чем я могу там пригодиться в Потеряевке. Я ему показала несколько видео, все-таки послала, где он видел коровы и сказала я и про барабаш, и оказалось, что он тоже фермер. И ни много ни мало. У него 20 коров сегодня. 20 коров. То есть это опять денежка неплохая. Здесь. Вот. Ну, пожалуй, это все про Стив. Дальше теперь вернемся к этому, к смешному. Джастин Уокер. Я опять у Стиву все, так сказать, давила. Я вам показала видео, где вы пока не понимали, так сказать, о чем речь, но вы видели просторы огромные. Дома прекрасные, большие. И я ему послала то видео, где вы входите в барабаш в гости, открываете дверь, открываете все комнаты, открываете холодильники. И я, Стив, объяснила. Во-первых, вы видите, как люди открыты друг к другу. Что человек приходит как к себе домой. А во-вторых, вы видите, как люди живут комфортно. Какие большие дома, какие прекрасные условия. Там компьютер, там холодильник. Все замечательно. 21 век. И у всех компьютеры, и интернет, и скайп. Все это сегодня есть. И скажите мне, почему ваш близкий друг Стивен Уокер, который в России почти 20 лет, как оказывается, все какой-то как цыган, таскается с одной земли на другую, и последние два года в Сибири прожил в юрте. Это из какого-то каменного века. В юрте, где одна комната, там и спят, и едят, и туалеты, и все-все вместе в тесноте, что-либо толкнуло на это. Вам, говорю, показывают прекрасную, удобную жизнь потеряешки и какую-то цыганскую таборную жизнь вашему другу, которому вы едете, и где-то рядом вы купили землю, чтобы так же вести по-цыгански жизнь. Я ему так... Вот. Это вы ему все... В ответ, что он не ответил, как вы думаете? Не знаю. А если... Что? Ну что ответил он, я не знаю. Что-что, я вам объясняю. Да. И он в ответ, да, 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 я все понял. И теперь, есть ли свободная земля в потеряевке, и есть ли дома? Он это спрашивал, я уже ответил. Я могу там зарабатывать. Я ответил уже, ответил ему на эти вопросы. Ну вот. Значит, замечательно, что он у вас уже это спросил. Это значит, у него в голове все работает, работа идет. Да. Если у меня спросил, у вас спросил, очень надеюсь, что он все-таки приблизится в вашу сторону, а не в сторону этого цыганского локер, который за 20 лет так как-то и мотается. Одно из земли на другую, и, в общем, сидит в юрке. Вот и все. Когда будете говорить, это уже пройденный этап, то, что сказано. Вы пропали. Так. Что, не слышно? А я ему больше не буду говорить. Мне хорошо слышно. Ну вот. Если... Нет, это так не надо, что как-то сразу от нас отмахнулось. Только начало положено. Дело в том, что скайпа у него нету, а у меня уже здесь вызвали с перевозчиками быть. Я не отмахнулась. Так, слушай тогда внимательно. Прекрасно. Вот, если бы у него... Прекрасно. Я не знаю, данные, которые дает он в интернет-то, может входить или нет-то, выйти на наши ресурсы потеряевски, посмотреть, как живут люди, поля посмотреть, окрестности. Я ему показываю. Я ему послала ваш... Я им... Я им... Ну, Игнатий Тихонович, вы меня слышали или нет? Я слышал. Я ему сказала, я ему послала несколько фильмов. Фильм. Ну вот. Вы там рыбачите. Это... Как у вас называется такая штука? С чем вы рыбачите? Мордушка. Такой старинный способ рыбалки. Ну да, мордушка. Вот. Я ему это послала, потому что вы едете на велосипеде и видны эти просторы прекрасные. Да. Понимаете? Все это я ему показала. Я ему послала название на английском «Вострете Библия». Вот. По-английски у вас есть вот этот вот заголовок. Это... Я ему много чего послала. И главное, прекрасный фильм, когда вы с барабашом идете в гости. Открываете все, ходите, смотрите. Тоже видна прекрасно, главное, открытость. Да. Такая большая семья. И прекрасная природа, и дома. Если он не дурак, он все это увидит. Если он и у вас стал спрашивать, заработали его мозги. Ну да. Вот. А я говорю не то, что отключаюсь. Он опять все к себе уже зовет в гости. Его там, Миннесоту. Я ответила, я к вам в гости приеду. После того, если вы ко мне сюда приедете, потому что вы будете на следующей неделе в двух шагах от меня в монастыре. Где, говорю, Игнатий тоже был. Я ему рассказала и про то, что вы были в монастыре. Ну, в общем, я просто боюсь, что я его уже задушила огромным потоком информации. У нас американцы такие, знаете, слабенькие. Не выносят много нагрузок. Мы закончили на том, что если он захочет, он приедет. И здесь уже увидит многое. Интерьер моего дома и мои иконы. Совсем другой интерьер. Захочет увидеть русский дух, русский стиль. Таким является мой дом. Побольше уже поговорить, так сказать, лицо в лицо, глаза в глаза. А там, может быть, я бы и сама не отказалась с ним поехать вместе с вам. Обязательно. Обязательно. Вот, на этом мы и остановились. Так. Вот если... Нет, если он меня не позовет, я не поеду. Нет, нет. Да он и не понимает еще пока, не позовет. А вы сделайте намек. Как же так? Самый момент и вам ехать надо. Я бы сделал намек, так сказать, достаточно. Если он не дурак, то он поймет все. Но, говорю, мне не понравилось. Не понравился его... Не понравился его путь жизненный. От политиков к протестантам. Я ему не стала говорить, а хотела сказать. Христос сказал Богу Гогова, Кесури Кесарева. А у этого все в одну дорогу. Это наш стиль американский. И это мне очень не понравилось. Правильно. По телефону. Ну, вот и все. Так, теперь... Вот сейчас мы поговорим... Хотя, конечно, мне понравилось то, что он очень переживает. Да. Говори, говори. Мне понравилось, что он очень переживает за своих детей. За то, что у нас уже совсем атеистический мир. А все эти церкви... Это все, так сказать, показуха. Он переживает. И второе, что школы, чудовищное образование. И, так сказать, полная аморальная жизнь. Даже в школах уже не то, что развращают. Но если там где-то в четвертом, в пятом классе дают этим мальчикам презервативы и так далее. Понимаете? Толкай на этот путь. Это наш сегодняшний уровень моральный. И он от этого очень страдает. Поэтому он и хочет вывезти детей из этого нашего либерального свободного мира. Это плюс. Это плюс. Если он решится, то вы так и скажите. Я собиралась давно уже поехать. И мне очень удобно с вами. Давайте берите меня и вместе поедем. Дорога где перевезти, где что. Посмелее маленько. Ты разве для него балластом каким-то являешься? Ты для него проводником? Ты для него глаза и уши? Ты себе эту цену-то что так это уже принизила-то? Я говорю вам, я знаю немножко духовный уровень американца, очень низкий, очень расслабленный. Поэтому, а он, если он задумался, если он планирует и думает дальше, у него достаточно информации и достаточно моих, так сказать, моих собственных мыслей. Я больше дважды, я ему сказала, дважды это достаточно. Вы будете рядом с Джорданом, захотите, завернете. Это хороший шанс нам реально познакомиться. Дальше это уже называется давление. И от этого давления человека можно оттолкнуть и напугать. Когда он приедет к вам, вы тогда с ним вместе в роли переводчика выступите по скайпу. По скайпу. Вот тут мы все скажем. А вот сейчас, как мы поговорим, я к вам скину те материалы. Я скину вам материалы, что я не уверен, что и до них дошли. Именно заходить на наш форум. И на форуме там открыто все. Там лента идет и зимой, и скотину, и как доят. И он все увидит это. Надо, чтобы он это увидел. Зашел в эти ресурсы. Я бы и скидывал их, и не могу понять, дошло или не дошло это. Теперь, в прошлый раз я вам с самого начала говорил. Самое главное, я уже в прошлый раз говорил, я не знаю, как перегрузить, не перегрузить. Иначе недогруз будет еще хуже. Что касается детей. Я ответственно заявляю. Трудно найти, а может быть даже нету в России такого места, как у нас, для детей. Они все рядом. Дети растут. Ему нужно уже не медлить, если он думает. Детей сразу в один год перекидывать сюда. Иначе уже будут не дети, а юноши. Тогда еще труднее будет. А тут они адаптируются очень быстро. И ему сказать... Да. Да. Это не перегруз будет. Сказать, если ты едешь и серьезно так, возьми хороших сортов американских. Помидоров, кукурузы, там что? Огурсы, чтобы ты свое. Ему будет предложено примерно... Слушай. Нет, нет, нет. Игнатий Тихонович, запрещено. Нельзя переводить. А ну и все, ладно, нельзя. У нас тоже хорошее. Нельзя. Я понял. Нельзя значит нельзя. Я же не лезу на рожон. Другое. Когда он приедет сюда, если ему понравится, ему будет предложено примерно 6 или 7 мест. Где может строиться. И есть дома, но они на такую семью нету. Но прямо через дорогу второй дом с летней кухней, деревянный дом. Это летняя кухня. Он тут может сделать выбор для себя посмотреть. Надо, чтобы он, как говорится, открыл глаза и посмотрел. Зайти в школу, с учителями познакомиться. У нас начинается урок с молитвы. И о чем вы говорили, разные презервативы, у нас этого нету. У нас все по-другому здесь. И скажи, вот когда будут они говорить... Знаю, знаю. Ну так... Знаю. Это главное, дети, дети, это главное, будущее. И у нас на это в уставе написано, детей без присмотра не оставлять ни одной минуты. По ягоды, куда идти, не ходить. Только со старшими. У нас даже вместе мальчики и девочки на пляже не бывает, не купаются. Это не положено. Ему это сильно понравится? Да. А тем более, скажи, вы в любой храм зайдите, там кто как... Хорошо. Посылайте ваши... Да. А здесь, скажи, все люди одетые по форме ему показать-то. Мы... Нас здесь называют американские амиши. Нас называют такими. Хорошо. Я очень доволен. Нет, но только как раз вы не американские. У вас внешний облик, а внутренне вы технически развитые. Да. Понимаете, у вас все в порядке в отношении технологий. А у амиши, они с керосиновыми лампами живут. У нас люди... Разница огромная. У нас... У вас внешний вид. У нас программисты, юрист высокого класса. Я сказала ему, детальность... Да. У нас... У нас... Я когда говорю, до вас не сразу голос доходит мой. Я ему не один раз повторила. Вот опять. Говорите. Да. Да, да. Я... Я ему повторила минимум три раза. Что уникальность потеряющей Игнатия Тихоновича заключается в том, что на протяжении 30 и более лет люди сохраняют гармонию между внешним обликом, внутренним моральным обликом и использованием современных технологий 21 века. Так, теперь, раз он проповедник, ему надо показать нашу миссионерскую работу и показать Тихий океан, Владивосток и Лиссабон, Скандинавию и Прибалтику. Ты скажи, попадаешь как раз туда, по твоему научению, твоя грамота... Тут Америка должна просто коснуться. Может быть, это пробуждение какое-то будет для ваших братьев-то, когда они увидят вот эту гармонию. А об этом пишут не кто-то. А я пришел однажды, ну, звание у каждого генерала, там пять. И они, говорят, у них там день рождения, и говорят, а мы только о вас разговаривали. Там мэр города, более счастливого человека, мы, говорит, не встречали. И в интернете там один зашел, профессор, шалаховед, и он говорит другим, вы знаете, я встретил человека, никогда не думал, что... А почему, я говорю, вы считаете меня самым счастливым? Вы делаете то, что вам нравится, а я делаю то, что ведет к спасению для меня жизнь Христоса, смерть приобретения. И они это видят и знают. Это Бог сделал, моего там ничего нету, это благодать. И то, что вот вы вышли... На многих видео это тоже заметно. Я ему послала... На-на-на. Да. Говорите. Ну что? То, что я ему послала, я ему послала, и как вы проповедуете в храме, вы в облачении стоите, ну, в смысле, в подряснике, и как вообще, как Сократ, короче, я вас называю Сократом. Вот, и очень ярко проповедуете. Короче, он имеет достаточной информации. Да. Я боюсь, как бы его не переутомить... Нет, 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 нет. Перегрузкой, обилием. У человека... Человек пусть делает свой собственный выбор. Все. Все. Так, теперь, больше, чтобы я никогда от вас не слышал, никогда не слышал, что я теперь не нужна. Вот это да. С обухом на меня пошла. Куда это годится? Ты наоборот, с каждой минутой все нужнее и нужнее. Нет, нет. Ну, может быть, уже по другим каналам нужна, но в смысле контакта вы, пожалуйста, сами переписывайтесь и на его же электронную почту вы пошлите все ваши ресурсы. Пусть разбираются с помощью программы перевода. Я думаю так. И самое главное, я ему все-таки, я ему несколько раз повторил, несколько раз провела разницу между вами и его другом, чтобы он задумался. Это очевидная разница. Цыганская жизнь там и нормальная, стабильная жизнь здесь, где как раз есть время заниматься и детьми. А не там, куда детей учиться посылать, как жить в юртах, уроки негде делать, где школа в этой пустыне. Такой абсурд. Посмотрите его сайт, этого Вокера. Это абсурд. Вот. Поэтому я все его отодвигала от него, от этого Вокера. Пусть он поймет и остановится, чтобы вообще не сделать огромную ошибку. Сделать со соседом, поставить соседнюю юрту с 14 детьми рядом. Это такой абсурд. Да. А вы давайте выходите на контакт с Вокером. Он же недалеко от вас. Поймите сами же реально, что за человек такой странный, который проповедует. Он везде ездит с лекциями о личном образе жизни. Это называется здесь, ну, типа фарисейство. Я учу тебя правильно жить, а сам живу вот так примитивно, из грязи. И вообще очень странно. Где дети, где они учатся, где они развиваются, где у них друзья. Так, ему мои данные уже здесь сдали местное-то? Согласна. Вот этому, Джастас Уолтерта. И мои телефоны, но он не звонит. А я ему звоню, я ему звоню уже сколько раз, и ответа нету, блокируется. А на меня он не выходит. Опять учусь. Это опять большой минус его. Его характеристики большой минус. Он на экране активный, показушный, а на личный контакт не выходит. Этот Стив сразу ответил. И пока что мы с ним по телефону общаемся. Поэтому это опять очень большой минус для этого Волтера. Так вот, Стив-то этот, Митчелл-то, он на меня вчера уже вышел прямо на мою почту. Ну, пять слов. Я ему сейчас буду писать и скажу, ты мне пиши, пишите по-английски. Я пойму, а вам буду по-английски, чтобы вам не затрудительно было наше общение. Вчера я тут объявил об этом, и у нас тут же... Слава Богу. У нас люди очень сильные программисты, и меня сразу со всех сторон пошли сведения, какой перевод сделать, какой Джеймса там библейский. Ну, все-все, и в один вечер меня скомпоновали. Я уже сразу начал отвечать. Отлично, отлично. Ну, вот слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Так, я, может быть, это, не знаю как. Ну, постарайтесь хоть на немного каждый день на меня выходить-то. Я же тоже томлюсь. Я уже о вас скучаю, просто. Вы мне не перей... Хорошо выходите. Ну, на меня выходите с какими-то там известиями, с советами, хоть на несколько минут-то. Мне-то тоже нужно увидеть вас. Спасибо, спасибо. Хорошо. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Спасибо, Христос. Я вам скину материал... Поздравляю вас с наступающим. О Новом Годе я вам скидал стихотворение. Получали? Хорошо. О Новом Годе я посылал вам стихотворение. Да, конечно. Получали? Я все ваше прочисту. Так, сейчас я скину вам ссылки одни. Вы помогите, чтобы вот эти ссылки до него дошли, чтобы он картинки посмотрел. Все тогда. Да? Ну, хорошо. Давайте я пошлю, и вы пошлите. Хорошо? Да. И вы пошлите. О, видишь, маячит. Хорошо. Видишь, нет надежды-то? Видит, видит она. Конечно, видит. Вижу, очень мутно. Сегодня очень мутно. Ну, не знаю. У меня очень... Я сам себя вижу очень чисто. Это что-то в интернете неладно. Ну, ладно, ради Бога. Ну, все тогда. Может быть. Все. Все, отходите тогда. А то у меня я... Всего хорошего. С Богом. С Новым годом. Аллилуйя. И вас также. Найлучших благ вам, душевного спасения. Быть со Христом всегда. Спасибо. Все. С Богом. До свидания. Слава Иисусу Христу. Спасибо. Так. Она отключилась, а у меня продолжается дальше запись. События вчерашние там. Ну, ничего, что это вошло. События-то какие тут? Это Лидия Муренова приходила из Нью-Йорка. Это та сестра, которая ввела меня в круг Александра Меня. Ну, они близкие ему были. Вот эти ролики составляют. И там женский голос, когда свет миру и другое. Это ее голос. Моложе был. Где-то. Вот. Вчера у нас событие какое? Воскресный день. Как всегда встали мы в 4.40. Я встаю в 2 часа примерно. Все тут прошел. Почту ответил. Печку затопил. Чтобы на улице там 3.30 с лишним градусов было. А сегодня уже только 7. И вот вчера утрочное богослужение было, литургия, причастники. И приходит сестра наша, Алфимова Людмила Степановна. И она попала в такую беду. Шла дорогой. До нас не дошла до храма. Ну, сколько там? Я не знаю. Может быть, метров 300-400. И на нее напал разбойник. Ударил ее, шип в снег. Вырвал сумочку. И пинал ее. И ушел. Она пришла, сказала. Сразу позвонили в полицию. Полиция. Выехали. Кинолог выехал. С собакой. И поймали его. С собакой. Я подробности не знаю, но уже сказали. Оказался такой разбойник. 10 лет уже отсидел. Недавно вернулся. Ну, и теперь лет 5, говорит, ему накрутят. Ну, им надо все это записывать было. Я с ними сходил на то место, посмотрел. Снимать они, сказали, снимать не надо. Но там в темноте и нечего было. Я не снимал. И они вернулись назад. А у нас идет богослужение. И они зашли в трапезные и долго писали. Писали долго-долго. Что там было, как было. Так что я даже роспись поставил, как понятой. Что я сейчас все видел. Но тут интересно, что. Недалеко от них там есть Роснефть. Крупная такая организация. С наружным наблюдением. Ну, богатая. Одна из самых богатых в городе. Вот. И вышел сторож или кто. И, видимо, на крыльце лежат ключи. У этой Людмилы Степановны. Он из сумочки вытащил ключи и бросил. И тут наши идут. Он показывает. Она взяла. Говорит, это мои ключи. Вот как интересно. Вор-то какой-то. Господь так сделал. Что ей теперь в хату можно зайти. И все. А она каждое воскресенье в фольге запекает рыбу. И нам несет. С Володей. Там средства какие-то выделены. Ну, рыбу. И эта вся рыба-то уплыла туда. А теперь попала в полицию. А все-таки днем уже сообщили. Передали. Володя сходил и принес рыбу домой. Вот рыба наша какой круг сделала, приплыла к нам. Интересно там. А Людмила Степановна, ее взяли на осмотр. Какие там ссадины, что он там сделал. Им это необходимо. Ну, вот так молиться. Еще не знаем, как звать. Но уже мы молимся об этом не таком человеке. Чтобы Господь его на путь поставил. Пока мы не можем сказать, кто он. Ну, вот некоторые сведения только такие есть. Это у нас тоже много внимания отобрало. А теперь сразу после богослужения у нас собрание. И собрание было вчера длительное. Почти два часа. Сейчас пятьдесят одна минута. А учитывая, что перед этим еще минут там десять готовились. Так больше даже двух часов. И собрание уже выставил. Оно у меня закачка одной. Медленно-медленно. Ну, около семи часов закачка, наверное, шла. Поставили. И вот я называю собрание и завещание. Как раз о том, что батюшка тогда произнес имя патриарха. Он уже говорить не буду. Но его не было. Ну, и тут собрание проходит. Один выступает, другой. И все. Вернулись на то, что как сидели, так и сидите спокойно, тихо. Ничего не надо. И особенно любят выступать те, которые никакой роли не принимают. Ни одного человека не привели, не благовестуют. Нигде намертво. Ну, вот и все. Ну, нужно по-своему. Но когда говорят, мне даже до некоторой степени приходится скрывать в себе, что смешно мне. Говорит о том, чего нет у него. Ну, хотя бы один-то раз за 20-то лет мог выйти на благовестие-то. Имангелия раздавать или как-то. Ни разу. Нигде. И они друг друга похожи, эти люди. Вот так. Ну, собрание кончилось. Тут трапеза у нас всегда. А после этого занятия. Занятия прошли. Поменьше сделали. Один час вместо полтора. Ну, и батюшка готовится домой ехать. Приехал. Я тут рассказал теперь об этом. Джастаси Уолтере. И о Стиве Митчеле. Вот. А с ним уже вчера бы первый раз переписывались. Первый раз. То есть, переписку еще пока по разу кинули. Он мне на меня вышел. Тут наш, который с ним ходил на контакт. А как писать? Как переводить-то? Я только сказал во время занятия. Тут сразу пошли с разных сторон городов. Люди-то у нас очень дружные. И Володя тут помог. Я уже вошел в систему и ему ответил. Так что вот я говорю, когда она печатает сразу в систему. Любое слово печатает на бумаге. Ну, не с ошибками, но можно выправить быстро. А теперь и рядом, параллельно все это выставляют на английском языке. Теперь, когда я на русском поправляю что-то, что неправильно, та система тоже сразу выправляет. Вообще, какие умники, кто это сделал. И сразу мне дали Библию, с которой можно копировать. А то открыл я там английскую Библию Джеймса и Якова-то. И нельзя копировать. Мне все сделали. Я вооружен. Если Господь благословит, то переписка наша продлится. Ну, и вот я начал только с события дня. И в это время вот сестра Лидия Ефимова-то зашла. Зашла. Вот мы поговорили. Не стал прерывать. Оно не помешает в другой раз и послушать. Ну, что сказать. До самого вечера тут мы занимались с Володей. И ресурсы наши показать, как всегда. Это вот мой мир. Ну, сейчас показать. Это я в почту зашел. В мой мир. Сейчас, может быть, откроет она его. Показать. Мой мир. Мейл.ру. Очень хорошая система. Я ее ставлю выше контактов, фейсбуков, твиттеров, одноклассников. Нет. А какая она была? Для меня, главное, работать можно. Она была такая раньше. Можно было сразу, одновременно, там, три щелчка сделать. Щелчка. Секунды. И получат одновременно 10 тысяч человек. Ну, нет такой системы больше. 10 тысяч. Сколько у меня друзей. 10 тысяч. И, притом, одновременно сразу можно было послать 12 фотографий и 5 тысяч знаков в Ворде. Ну, даже высказать нельзя. Для меня работает. И вдруг, видимо, там, нехорошая была где-то и система. Эту все оторвали от нее. Она теперь по-другому. Ну, конечно. Ну, а что сделаешь? Приходится по одному, каждому по отдельности посылать. То есть, люди хулиганят, и на них всякие контрмеры делаются. Вот так. Я потом вернусь и показать. Вот ленточный этот у нас, ну, называется форум. 1600 тем. Дальше. Вот это вот сейчас идет у нас тут загрузка в интернет. Это наш православный видеоканал. Вот этот вот. Очень большой. 13 тысяч 500 роликов. И вот библейский православный сайт. Ну, вот больше ничего и нет. Итак, отхожу. Отхожу. Отхожу.